10-километровая пробка от Чуйского тракта до самого конного двора встретила алтайская масленица своих гостей. Кто-то не вытерпев разворачивался, но большинство оказались упорными. Итог 37 тысяч участников. По словам организаторов, это рекорд за все 12 лет проведения фестиваля. Я видел очень много маслениц в разных городах страны, но большинство из них все-таки проходит на территории населенных пунктов. Здесь я вижу именно туристическое событие, в котором люди несколько часов в дороге находятся, приезжают сюда. Он уверен, людей привлекает прежде всего простор и размах гуляний, который возможен только на природе. Кстати, нынешняя масленица отличилась еще одним рекордом – официальным всероссийским. 1134 человека приняло участие в праздничном хороводе. Среди них был и губернатор Виктор Томенко. Он активно участвовал в празднике. И блины жарил, и даже стихи читал. Они хранили в жизни мирные привычки милой старины. У них на масленице жирные водились русские блины. Два раза в год они говели, любили круглые качели, подблюдные песни, хороводки. Традиционный столб с подарками тоже оказался самым при самом – целых 11 метров высотой, вместо обычных пяти – семи. Пока одни состязались в удале, ловкости, меткости и поедании блинов, другие выясняли, чьи сани дальше едут. Оценивали не только дальность, но и дизайн, и даже презентацию сани. Победили, кстати, вот эти яркие и громкие девчонки. Тот, кого утомило шумное веселье, мог с помощью масленичной почты бесплатно отправить специальную открытку в любую точку страны. Или научиться читать символику языческих кукол берегин, символизирующих уходящую зиму. Ленточки у нее обязательно вот такие привязывались. Это вот как бы радость, встреча весны, то, что вот сейчас все побегут ручьи, все будет зеленеть, веселеть и так далее. Обязательно солнышко или блинчик, что называется, в руках, и она держит его высоко. То есть вот он, солнце встает. Кстати, не все знают, но с приходом весны люди раньше шили и вешали в домах вот такую куклу, приносящую добрые вести. Она висела, развиваемая свежим весенним ветерком и позвякивала. Ничего не напоминает? Верно, китайские ветряные колокольчики. Сгорела ярким жарким пламенем масленица. Ушли прошлогодние печали и тяготы. А люди открыли сердца весне новым свершением. А эксперты в области туризма, специально приехавшие оценить наше торжество, заверили, алтайская масленица получилась одной из лучших в стране по размаху и разнообразию. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.